В Нижнем Новгороде в День Волги открывается навигация судов на подводных крыльях. Ещё 30 лет назад самую длинную реку Европы было сложно представить без этих скоростных судов. Традиции возрождаются. На смену ракетам и метеорам пришёл Валдай. Якорь выйдет, доложит. В этом году речные круизы переживают возрождение. Нам давно нравился вариант круиза. И сейчас скидка же по карте мир. Тоже вариант. Хороший вариант посмотреть Россию. Посмотреть есть на что. Волга – это и старинные города на живописных берегах, каскад водохранилищ и десятки мостов. А ещё Великая Русская река – это стабильная электроэнергия в домах 60 миллионов человек. На Волге построено 8 гидроэлектростанций. Каждые три года в период сильного весеннего половодия на Нижегородской ГЭС можно наблюдать холостой сброс. Река превращается в бурлящий водопад. Напор колоссальный. Через один такой пролёт каждую секунду проходит более 280 кубометров воды. Вот она – истинная сила и величие Волги. Испокон веков Волга ещё и главная кормилица. Здесь ловили треть всей рыбы. Да так, что к середине 20 века многие виды оказались под угрозой исчезновения. Такая красавица будет плавать в Волге. В Самаре выпускают в реку мальков. Эту стерлядь вырастили в монастыре. В исполнении биоресурсов для оздоровления Волги – часть нацпроекта «Экология». Важно сделать реку чище. И тут без реконструкции прибрежных предприятий никак не обойтись. Эти очистные сооружения позволят нам предотвратить сброс 19 миллионов тонн неочищенных стопов. И это только в Самарской области. Масштабный федеральный проект оздоровления Волги охватывает 16 регионов страны. К 2025 году объём сточных загрязнений должен уменьшиться в три раза. Накануне современный очистной комплекс открылся в Кстово на территории химического завода. Люди, граждане чувствуют этот результат, когда непосредственно в их населённых пунктах либо реконструируются, либо появляются абсолютно новые очистные сооружения, которых никогда не было. К судьбе знаменитой реки невозможно остаться равнодушным, убеждён Сергей Безруков. Москвич по рождению своё детство артист провёл на Волжских берегах. И не раз возвращался туда на съёмки. «Вон чемоданы! Вон они! Давай скорее пароход отходит!» У меня настоящая рыбалка была всегда на Волге. Потому что с дедом, на лодке, знаете, когда с палаткой, с ночёвкой, когда костёр, когда двухдычный или трёхдычный пароход идёт. И это на всю жизнь у меня воспоминания. Сохранить красоту Волги для потомков – задача сложная, но выполнимая. Помимо государственных программ на защиту реки встают жители волжских городов и посёлков. На субботники по очистке берегов с каждым годом выходит всё больше людей.